Так, друзья мои, вы уже в нескольких фильмах видели мои бровейники. И вот мнение просмотревших фильм, читавших мои книги, читавших мои статьи, которых я отстаиваю право на спокойную жизнь муравьев, было оспорено не раз, не два. Постоянно, каждый год, вот раз вспыхнет, моя гостевая книга, там уже больше пяти тысяч писем, ну, кто-то читал их с первого, подтвердит. Вспыхивает и угасает та же самая. Кто-то говорит, да вы правы, я перестал бороться с муравьями, у меня наоборот деревья живее стали. А кто-то говорит, а вы знаете, у меня муравьи, причем интересно, что они не разделяют условия, муравьи буквально уничтожают деревья. Вот, а мы сейчас с вами находимся на новом участке. Значит, вначале он планировался годом раньше, здесь был сплошной зеленый газон. Потом оказалось, что Сергею Валерьевичу негде садить подвойные материалы, вот они, видите. Кстати, обратите внимание, как растут. Ну, и картошечки немножко, хотя я был против, но дело в том, что вот это обывательский взгляд, да, что вот эта картошка важнее, чем дерн. Я ничего не смог сделать. Почему? Потому что, если я своих не мог убедить, что дерн должен быть вот такой и коситься, коситься или коситься бесконечное количество раз, здесь же было картофельное поле, а уже второй год, как я организую дерн, просто кашу, траву не трогаю, видите. Вот, но обывательский взгляд моих родственников такой. Нет, умрем, но картошку посадим. А вот, чтобы не стать врагами, я только вздыхаю, вот она, картошка. Ну, вот это уже святое. Вы видите, как вы думаете, имею ли я моральное право учить вас, значит, вот так вот садить, стрессировать, в данном случае это китайские сливы, садить, получать вот такую густоту. Вот, не, не сто процентов, нет. Дело в том, что Сергей Валерьевич всегда немножко опаздывает. Прививки, прививки, и в таких случаях уже стопроцентной схожести не получается. Запомните, все надо делать вовремя. Садить надо вовремя. Это очень важный момент, да? Посмотрите на эти абрикосы, посмотрите на эти сливы, вот. И что я хочу сказать. Ну, ничего, что тут немножко перемешку растут. Вот так тоже бывает. Вначале думали, места не хватит, потом давай-давай. Кончилось тем, что весь участок, весь буквально, кроме того прилегающего, ну, там тень-то сумасшедшая от взрослых деревьев, вот, был полностью засажен, а значит уничтожен перегной. Дерн. Вот где мне удалось немножко спасти дерна. Тут комочек, тут вообще, считайте, нет. Вот, и вот, и к чему я это говорю? Смотрите сюда. Никогда, уже много-много лет на участке, на том, который зарослен, а мы еще не раз там будем с вами, и повторять, и повторять. Уже много лет вот это вот страшной картины нет. Видите? Видите? Вот, я уже месяц назад показывал вам начало, начало вот такого вот сумасшедшего количества распространения. Очень рано, в мае начало, что меня убило вот этой вот тли. Да, и тут сустро все это было заполнено. Несколько муравьев при этом присутствовало. Вот. Видите? А теперь смотрите, где дерн. Что такое дерн? Видите, когда я говорю, что я культивирую муравейники, это значит, что я где-то увидел необычное оживление муравьев. Там бугородчик маленький. Просто в этом дырочке в земле, это подземный, значит, город. Вот. Огородил кольями, и все. И я уже давно забыл, что это такое. И вспомнил только сейчас. И говорю, друзья мои, для вас. Где дерн? Пусть вы не делаете муравейники, но если у вас вот дерн, так, то у вас никогда вот этого не будет. Это я продолжаю утверждать. То есть, заметьте, все с точностью да наоборот. Нету дерна, нет муравейников. Если тут есть, и муравейник несколько ползает, то это и все. Вот. Вот эта часть зарастает. Жаль, я не могу, на этом участке они растут у меня. А, нет, растут, растут, растут. Вот эти, те самые яблоньки, которые одна. Вот здесь уже вторая одна, еще одна была. Видите, подсажена слива. Вот. Это те самые злосчастные скрыва. Вот. Их задача дать веточки, и благополучно погибнуть. Две уже погибли. Остальные еще живы. Но живы, потому что уж больно зима была хороша. Вот еще, вот эта, с самого низу, все-таки культурная часть пошла. Хотя, фактически считалось погибшая. Ладно, вот еще одна. И вот еще одна. Так, где следы тли? Я вас спрашиваю. Кого спрашиваю, сам не знаю. Нету следов тли. Повторяю. Следите внимательно. Вот. То есть, я не говорю, что муравьи не так тупые. Я считаю, что они действительно, то, что им приписывают, могут хранить личинки. А может быть, матерей их них. Вот. Каким-то образом в своих подземных хранилищах, в своих кладовках. В своих оранжереях. Или как, в своих питомниках. Если есть собачий питомник, почему не может питомник тли? Пускай. Там, где дерн, там посевается почка. А! Вот это еще. Знаете, что это такое? Это я привил новая сорта. В колновитых яблоне. Раз, два, три. Вот тут четыре была бы, но погибло вот. Ну, что делать? Я не волшебный, только учусь. Пять и... Ой, нет. Четыре. И вот это годом раньше посажено. Видите? Самое удачное. Ну, вот. А! Ищем тлю. Ищем, 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 ищем. Яблоне должна быть поражена вся. Нет. И обошлось без. Пока, пока еще. Кстати, сегодня только 18 июня тляща может появиться. Так, пока. Немного фактов, естественных способов борьбы с тлей на новом участке у меня немного. Но давайте смотреть сюда. Значит, вот эти вот длинный ряд яблонек, по которым мы сейчас прошли, он посажен прямо в дерн. Так? Прямо в дерн. Вот, видите, старый дерн. Посажен вот этот абрикос. Вот, естественно, на нем следы тли вы не найдете. А дальше кошмар садовода начнется. Вот. Сейчас вы в этом убедитесь. Я еще не видел. Ждем подряд. Следов тли нету. Отсюда, с этого момента, начинается участок, который называется черный пар. Ну, еще до конца не обработанный. Значит, тли нету. Дальше идут персики. Но персики вообще тли не боятся. Ладно. Вот. И, внимание, как вам? Вот они работают. Вот они маленькие, серенькие, черненькие. Мои любимые защитники сада. Которые сейчас устраивают здесь ферму. Вот. Правда, тли еще не вижу. Но они никогда просто так не бывают. Кстати, вот это овощи, или как сказать так образно. Вот это вот. Прук для меня новый. Не адаптированный. Он приехал ко мне из Дальнего Востока. От Бродского. Это гибрид персик-абрикос. Видите, не зря у него верхушечка подмерзшая. Вот. Смотрим сюда. Здесь еще нету тли. А вот здесь тля уже есть. Вот они муравьи. Работа идет. Причем я совершенно не боюсь этих муравей. Я не боюсь, что... Вон, смотри, сколько. Понакрутили. Видели? 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 Вот так. Идем дальше. Это все очень важно. Дело в том, что только большое количество информации нету тли. Но это не факт, что оно не появится. Ведь все, что вы видели, это еще только начало. Только началось лето. Здесь началась тля. Вообще здесь работает. Ну, вот они муравьишки. И вот она тля. Можно не приглядываться. И теперь, казалось бы, вот они мои ветераны. Смотрите на эту красоту. Вот. Сейчас мы начнем. Дело в том, что если подходить к каждому дереву, вы будете удивлены. Тля практически на всех деревьях, кроме одного-двух. Сейчас я вам это покажу. Вот это однолетки, которые были посажены в прошлом году. Видели? А теперь смотрите внимательно. Дерн есть? Тю-тю. Смотрим сюда. А для меня тля на абрикосе я много лет ее не видел. И вдруг я ее культивирую. Еще раз говорю. Это компромисс. Здесь нет терна. Вот. А на том участке там растут такие же точно сорта. Это просто мы увеличили количество сортов. Есть и новые. Ну, это, ну, грушам подойти, посмотреть. Ну, только ради интереса. Меня сейчас интересует. О! И до груш добрались. А на грушах? Помните, сколько я писал, рассказывал? Гордо. На черешнях, на грушах, на абрикосах, на сливах этих самых венгерках. Никогда. Моих любимых. Никогда тли не было. Или в какие-то годы было. Но так редко, что больше цифры, больше трех голову не приходит. Вот ведь все. Видите? Вот еще. Здесь тоже черный пар. И здесь все скручено. Итак, я пытаюсь установить прямую связь. Черный пар. И вот он. Любуйтесь. И тля. И на грушах оказалось, чего я не видел много-много лет. Вот. То есть, вот это компромиссный участок. Да, этот тля не убьет эти деревья. Дело в том, что только я обещал, что в прошлом году я ни одного раза не опрыскивал. Опрыскивал. И тли не было. А в этом году уже все. Придется завтра брать в руки и опрыскивать. Я даже никогда не подходил к абрикосам. Зачем? Вот, кстати, я нашел чистый абрикос. Вот он. Вот он, видите? Что тут муха на нем делают? Ну, ладно. Это вообще-то она вправе. Идет дом родной, да? А вот это абрикос, видите? Новый сорт. Ах, посмотрите, какой лист. Благородный. Какого чуда я от него жду. А на нем... На нем, на нем, на нем... На нем, на нем, на нем... Пока не вижу. Ну, слава тебе, Господи. Но здесь, по крайней мере, граница с дерном. Все-таки здесь защита... В общем, еще раз говорю, я разницу между абрикосами, деревьями... То есть, есть виды, которые подвержены тля. Всегда она на них есть. Вот. У меня это немного. А и как здесь оказалось тля практически на всех видах. Вот. А еще сливу покажу. Посмотрите, что она сделала с сливой. Это вообще называется тихий ужас. Вот это слева. А если не погибнет, то вражитие отстанет капитальнейшим образом. Я уже давно таких больных не видел. Вот. А всего-то надо было попрыскать вовремя. Итак, моя... В прошлом году я не прыскал никогда ничего. Ни в том саду, ни в этом. Первый год я вообще не прыскал. А этот год, номер этот не проходит. Давайте еще так рассуждать. Относительно теплая зима. Значит, количество вредителей, в том числе, тли. Вот. При минимальном, правда, снеге, все-таки, видимо, спаслось их в этот раз побольше. И еды им надо побольше. И все-таки, еще раз говорю, вот они, бестли. Вон они, вот это все яблони, яблони, яблони. В прошлом году сейчас закуплено, поэтому все это имеет возраст не более года, а нескольких месяцев, да? Потому что вот так вот растет. Вот они, яблочки. Вот это вот дерево, знаете, чем выделяется? Сейчас скажу. Оно выделяется тем, что я его не обрезал. Впервые я не обрезал дерево при посадке. Делал это специально. Мне нужно было выиграть этот спор. Потому что если... Даже... Ой, неудобно называть фамилии двух. А в третече садоводов. Один печатался в райском садоводе, другой тоже в какой-то из сибирской газеты, а потом еще лично мне звонил и убеждал. Откажитесь от этой идеи, Валерий Костянович. Нельзя убирать крону при пересадке. Но не убедил. И вот, значит, это вот пример. Единственное дерево, в котором крона не было подрезано. Я очень сильно всегда режу. Вот такие у меня классические деревья выглядят. Вот. И еще раз. Мы еще будем изучать муравейники, муравьев на том участке. Здесь нет ни одного муравейника. Здесь все должно было быть нормально, но пришлось все междурядья, как видите, перекопать и сделать не сад по железному, а вот какой он был еще осенью, а обывательский сад, где из-за смещения акцентов, из-за того, что надо все-все-все, получается вот такая вот история. Пользу питомников, пользу огорода. Вот. Была нарушена так называемая пищевая цепочка. Вот так вот. И, еще раз говорю, много лет вот этого мне не было. Посмотрите, сколько яблочек погибло. Видите? Скажите, опять муравьи виноваты. Простите, а где муравьи? Поглядите вокруг. Вы видите? Вот так вот. Сейчас я пришел на участок номер раз. Первый же муравейник встреченный, да? Рядом черешня. Вот. Рядом. На этом же самом растет вишня. То есть, тут получается как? Черешня и вишня на одном корне. Отельный будет разговор, когда созреют. Рядом абрикосы. Посмотрите, сколько плодов. Видели? Видели? Вот. Кстати, густота. Видите? Вот они уже, черешни пошли. Ой, слава богу, если бы они успели созреть одновременно, вы бы сказали, болтун, черешни, которые вы видели в этих тазиках, там в этих, что это все с рынка. Вот. А тут получилось так, что мы все собрать не могли. Видите? Они, вот они, слава богу, не все дозрели. Поэтому мы еще полюбуемся на них. Вот. А потом за них возьмутся птицы. Я буду ждать. Ой, нет. Давайте закончим с этими. Эх, как мне кидает в вторую сторону. Давайте мы закончим с тлей. С муравейами. Итак, муравейник. Итак, деревья, на которых тлей нет в помине. Как же так? Все наоборот. Представляете? Так, хохот этого в академическом зале смолкнет или нет? Смотрим дальше. Еще. Вот. Ну, это понятно. Это, это самый гибридный манчжури. Ой, сколько тут плодов. Бедное дерево. Вот еще один гибридный манчжури. Знаете, чем отличается? Заложил цветы на второй год. Я его так назвал скороплодный. Мы все это будем проходить, да? Вот под ними сеянцы никому не нужны. Поверите? А это что? Муравейник. Прямо растет. Вот. Мне всегда вот это. Я люблю шокировать. Когда я заметил, что муравишки бегают, я вбил три кола. Так. Вместо четвертого кола колновидная яблони. Итак. Ну, уж где? Уже понятно. Если я говорю, что мне никогда здесь на этих, на абрикосах вы не найдете ни одного и никогда я не видел. Нет, один год было. Один год. И то, какие-то странные были эти тля, вроде и не похожие на тлю. Может, это было и не тля. Я же не специалист, когда чего-то нету. Видите, что творится? Итак, возвращаюсь с неба на землю. Ну, уж на яблонях они всегда должны быть. Вот. Вот он, муравишка. Вот он ползает. Видите? Вот он. Ну, что, заметили? Привет, дружище. Для меня был бы другом, если бы даже скрутил эти листья в тлюбы. Где-то, нету-то. А муравейник есть. Он прямо растет, муравейник. Как же так? Я что, слепой? Когда это самое? Кто-то еще скажет, перестанет следить за этим. Не следить, а читать то, что не подвергается никакому сомнению. Муравейник. Муравейник. Вот интересно. Да, я это называю муравейной крепой. Смотрите, муравейник, муравейник, и потом муравейник. Вот. Ну, уже многие фильмы видели. Смотрите сюда. Какой. Один из самых крупных. Видите? Вот. Смотрите. Ну, буквально. Я вам показывал тлю на том участке. Я даже не боюсь сходу. Я же не, заранее не готовил сюжет. Там я вам показывал, на том участке, где черный пар. Такое же молодое дерево. Ему третий год. Это груша. Где я вас спрашиваю? Кстати, что ты тут делаешь? Куда муравей смотрят? Эй, ты что сидишь, жучок? Ну, ладно. Вряд ли один жук нарушит это так называемое равновесие. О, вот уже и плодики пошли. Ура! Второй, третий. Попробуем. Что же мне это самое? Лузенков прислал. Я все время жалуюсь на него, на всю страну. Пришлет, блин, целый веник. А я потом думаю, куда втыкать. Вот. Посмотрите, сколько он мне этих самых сюрпризов понадел. Вот сюрприз. Вот это, правда, последний сюрприз. Вот сюрприз. Вот сюрприз. Вон, 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 вон. Это только тут, не считая других мест. Так, на Лутенкова, вам бы такого друга. Вот, вы бы уже давно это самое, от усталости бы слегли. Вот, столько всего присылал. Подчеркиваю, лучшая груша в России у Лутенкова. Лучшие сливы в России у Лутенкова. А если кто-то из питомников красивые фотографии демонстрирует, часть из них мои, да, то это говорит о том, что все это чушь собачья, что у них лучше. Ой, так, посмотрели, да, и этот же муравейник находится рядом с вот этим вот огромным деревом. Посмотрите, сколько на нем плодов. Так, и это будет у нас сварок. Ой, туда смотреть, страшно на небо. Видели? Ладно. О, муравейник. Уже в метре растет, а растет он в метре тоже будем угощать плодами. Знакомить вас буду с мировым лидером. Вот он, мировый лидер. Посмотрите, красота какая. Посмотрите, сколько плодов. А когда они будут размером с лампочку, ярко-красное, вы охахнете. Вот. И собралось это дерево умирать уже где-то в пятилетнем возрасте. Оно покрылось такими страшными трещинами, я должен был его спасать. Я бы его спасал бы. Помните, этого вечного такой, уже приявшуюся немножко поговорку. Ну что, доктор, будем лечить или пусть живет? Вот я его не лечил, пусть живет. Вот уже и рана. Посмотрите, целая дырка внутри идет. Не залечено и никогда лечить не буду. Не надейтесь. Пусть живет. Смотрите сюда. Вот это вот старый штамп, да? Она уже давала прекрасный ворот. Она уже дала сотни ветер прекрасных плодов. Сотни я не преувеличил. Вот. Хотя дерево молодое. Вот тебе все в трещинах это старый штамп. И вдруг, а это откуда взялся? Вдруг раз, появляется волчок, который должен был уничтожить. Вот он свеженький штамп, чистенький. Видите? Теперь о, на него перешло плодношение. Кто-то сказал, что они отнимают силу у дерева, отнимают у него строительный материал у дерева, что на них плодов мало. Ну-ка, жалко, сейчас вы их плохо видите. Ну-ка, приблизим немножко. Вот она. Может, видите, может, нет, не знаю. Я вижу. Так. Ну, и что, муравейник погубил дерево? Я должен был уничтожить? Да? Ну, хорошо, давайте глядеть теперь сюда. Ну-ка, дырки поищем. Поищем, 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 поищем. Вот, вот, маленькая, маленькая, да? А здесь поищем, поищем, поищем. Вот. Нет, жизнь берет свое. Кто-то вот этот листик загнул, видите? Вот, может, паутинный клещ. Ну, я в них не понимаю, потому что муравьи, они все отрегулируют. Вот, смотрите. Ну, что, муравейник есть? Тли? Нет. Муравейник, подчеркиваю. Вот он. Вот, тли нет, дыр практически нет. Еще раз, глядите, еще раз, глядите, еще раз. Вот, вот тут, тут сожрал листик. Ну, извините, я что, должен голодом морить всю живность, которая, это, пускай жрут, много не сожрут, муравьи не дадут. Так, ну, что тут еще интересного? Ой, какой-то интересный абрикосик будет, новый сорт. Ой, вот первые плоды, как интересно жить на свете. А самое, знаете, что интересно? Вот, бирка висит, не подойду и не гляну. У, это ни за что, пока не увижу, какой будет плод. Вот так вот. Ну, что, еще про муравейник, похоже на крепость. Вот. А сюда смотрим, а, вон, еще один муравейник. Видите, для колев больше двух. Вон, один муравейник, вот еще муравейник, по этой стороне. Еще муравейник, еще муравейник. Вот он, так. И, по-моему, там еще где-то, 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 нет, произошелся. А, вот еще муравейник. Ну, и что мне бояться? Я сплю спокойно, ребята работают. Вот так. О, показываю. Ура, друзья мои. Как только закончится съемка, вот здесь будет воткнуто четыре кола. Почему? Потому что это новый участок, молодежь еще. И здесь очень мало у меня муравейников, всего несколько. Смотрите сюда, знакомьтесь, мне говорят, не надо рыжих культивировать. Куда же я возьму рыжих? Из лесу перевозишь, они тут не собираются жить, убегут в лес. Да, рыжих покрупнее, жрут больше, кто бы спорил. Вот и все. Все говорят, а они земные, земные. Да кто попробовал бы оградить колями, сразу целый этот, город вырастет. А уж жрут они. Вы хоть задумались, что им надо кушать каждый день, нет? Вот. А кого жрут-то? Посмотрите сюда. Вот даже, даже если просто не косить траву, нет, не так, не перекапывать траву, а только косить. Уже будут муравьи, но мне этого мало. Сейчас здесь будет четыре кола. Вот так вот. Это я случайно заметил. Сколько я вот этой косой разрушаю их, ужас какой-то. Вы думаете, это все? Это все будущий муравейник, да? Здорово, да? Вот так вот. Теперь мы с вами, это уже после косбы, хотя хорошо, что они проявили себя после. Бывает как, наружу муравейник, огородишь колями, а он не растет. А унесли оттуда личинки. Они посчитали, что место небезопасное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин